Всем привет! Меня зовут Зоя, и добро пожаловать на мой канал. У нас весна, тепло, светит солнышко, и вчера, гуляя в лесу, мы набрали вот такой букет цветов. А проходя мимо озера, хозяин этого озера позвал нас и показал своего ослика, которого три недели. Вот такой интересный этот мужчина, хозяин этого озера, мало того, что он разводит рыбу, он разводит цветы и еще животных. У него там и куры, и ослики, и гуси, и козы. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на мой канал! Добро пожаловать на мой канал! А в горах у нас лежит снег, и вот такое красивое сочетание весенняя, зеленая трава, цветущие деревья и белый снег. Одним словом, красота! И весна пришла. А я сегодня хочу предложить вам еще раз профиншевать. Главное правило феншуй – это чистота и порядок. Поэтому надо сделать дома генеральную уборку, а впереди Пасха, и все равно мы будем делать генеральную уборку. И вот, когда мы сделаем генеральную уборку, все вычистим, выметим, наведем одним словом порядки, я расскажу и покажу еще один важный ритуал. Но это будет позже, в других видео. После этого ритуала уже можно феншевать по-серьезному. А пока я начинаю свою генеральную уборку с кухни. Вот я всю кухню вымыла, все шкафы. И такой важный момент – надо не жалеть выбросить все, чем не пользуемся. Я, например, выбросила целый пакет ненужных вещей. То есть тех, которым я вообще не пользуюсь. И еще такая отколотая, отбитая посуда, непарные вилки, ножи, ложки. Я тоже это все выбросила. И, как говорят мастера феншуй, если хотите улучшить свое материальное положение и укрепить здоровье, обратитесь к своей плите. По феншую плита является нашей кормилицей. Поэтому ее надо очень тщательно вывать всю. И снаружи, и внутри. То есть и духовой шкаф тоже. И надо все это делать с любовью. И при этом проговаривать аффирмации. Любви. Например, я чищу свою плиту, и мое финансовое положение улучшается. Или я получаю премию, или я получаю деньги. Или я чищу мою свою плиту, и мое здоровье улучшается. В плите должно быть все исправно. И вот часто мы, хозяйки, не используем все комфорки, горелки. У каждой, наверное, хозяйки есть своя любимая горелка. У меня тоже. Если вот горелки не горят, это ведет к блокировке хорошей энергии ци. И поэтому нужно хотя бы один раз в день включать все горелки по очереди, по часовой стрелке. Я утром просыпаюсь, прихожу на кухню, чтобы выпить стакан воды. И в это время я включаю все горелки по часовой стрелке. И несколько, буквально несколько минут. А потом выключаю их против часовой стрелки. Все, зарядили энергию огня. Около плиты не должны быть предметы темного или синего цвета, потому что эти цвета – это свойство воды или признак воды. Еще. Плита должна быть хорошо освещена. Вот я иногда включаю подсветку. Вот так. И плита не должна стоять в углу, потому что, когда мы готовим, если плита в углу, то мы лицом смотрим в угол. А по феншую это положение нехорошее. Еще. Вот бывает так, что... Бывает так, что за стенкой плиты находится туалет или ванная. Вот у нас туалет с ванной за плитой. Это очень плохо, потому что в ванной и туалет – там вода. И вода смывает огонь. Тушит его. Смывает наши денежки. Поэтому между ними надо поставить элемент дерева. Потому что вода питает дерево, а дерево питает огонь. И надо поставить что-то деревянное. Вот у меня вот такой деревянный круг. Это элемент дерева. И в данном случае этот элемент дерева усмиряет две стихии. Или можно поставить вот такой кристалл. Так. Теперь про раковину. Раковина – это элемент воды. И газовая плита не должна стоять рядом с раковиной. Но если опять же она стоит рядом с раковиной, тогда можно поставить между ними элемент дерева. Как я уже говорила, чтобы усмирить эти две стихии. Раковина тоже имеет очень большое значение. Нельзя, чтобы понапрасну из крана текла вода. Потому что вода – это деньги. И если она течёт беспричинно, тогда уплывают наши денежки. Раковина тоже должна быть чистая. Вот если трубы засоренные, плохо течёт вода с крана, всё это блокирует жизненную энергию ци. Поэтому раковина должна быть чистой. И в ней не должна находиться долго грязная посуда. Особенно на ночь. Ни в коем случае нельзя оставлять грязную посуду. Это плохой феншуй. Ещё кухня. Вот ножи должны лежать или в деревянных подставках, или в ящичках. Ну, закрытые. Вот особенно на ночь не надо оставлять на столе ножи, вилки, колющие предметы. Ну и вообще у каждой вещи есть своё место. Дальше. Ну, с холодильником мы уже определились. Холодильник у нас уже в порядке, чистенький и работает. Вот что я хочу сказать. Работает ли феншуй? Феншуй работает. Вот у нас случилась такая ситуация. Над раковиной шкаф, у которого сломалась, ну, вот та штучка, на которой держится дверь. И дверь провисла, и хорошо не закрывалась. А поехать в магазин, чтобы купить эту запчасть, мы не можем из-за коронавируса. И мой муж искал, говорит, ну, где-то же должны быть эти запасные части. В общем, искал там, ну, как у мужчин, в гараже, в кладовке, не мог найти. И вот я начала чистить кухню, вытаскивать все шкафы, выбрасывать там ненужные, в общем, наводить порядки. И вдруг нашла вот прям комплект вот этой части металлической, на которой должна держаться дверка. Вот так. Муж сразу же отремонтировал, и теперь наша дверка хорошо закрывается и открывается. Вот так, я думаю, работает феншуй. Ну, что еще на кухне важно? Ну, я, конечно, помыла окна, ну, потому что у нас тепло. Если холодно, то, конечно, окна мыть опасно, можно простыть. Постирала занавески, помыла батарею, отодвинула посудомоечную машину, вымыла все за ней, прямо выскребла. И под шкафами, под столами я тоже все перемыла. И даже стулья, и даже вот подушки на стульях. И еще важно стол. Стол, ну, или квадратный, или круглый, или полукругом особого значения не имеет. Важно, вот, плохо, когда стеклянный стол. Потому что, как бы, еда и все столовые предметы, которые мы ставим на стол, они, как бы, падают вниз. Поэтому, если есть такой стеклянный стол, то хорошо стелить на него салфетки. Ну, чтобы вот не было такого впечатления, что посуда и еда падают вниз. И еще такой момент. Желательно на кухне всегда иметь вазу для фруктов. Ну, или хрустальную вазу, хорошо поставить в нее цветы. Но у меня нет хрустальной вазы, поэтому у меня вот цветы стоят в такой обычной вазе. Ну, конечно, хрустальная лучше. Так. И в эту вазу надо положить фрукты. Вот у меня на столе всегда стоит ваза с фруктами. А если нет настоящих фруктов, можно купить искусственные. Тоже подойдет. Ну, а если нет фруктов, можно поставить вазу с шоколадными конфетами. Но чтобы вот именно обертка у них была золотистого или красного цвета. Потому что дама удача капризная и любит все красивое, яркое. Применение вот таких нехитрых правил феншуй сделает нашу кухню уютной, а жизнь радостной. Я с вами прощаюсь. Желаю вам всем всего самого доброго. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и будьте здоровы! Субтитры сделал DimaTorzok